в эфире телемагазина это означает что в ближайший час вас ждет большая порция хорошего настроения полезной информации конечно же будет у нас еще и общение с гостями в этот день ну а какими гостями вы знаете совсем скоро все будет очень весело полезно и интересно поэтому ближайший час оставайтесь с нами поехали сегодня в телемагазине даже самые казалось бы бесполезные невзрачные предметы могут превратиться в аксессуары которым позавидуют голливудские звезды подробнее совсем скоро в телемагазине позаботьтесь о своем здоровье вместе с велнео смотрите телемагазины приобретайте набор магнитных лент для суставов и тонометр по самой низкой цене в германии появился эко город в котором будет запрещено въезжать на автомобилях инициаторы проекта называют это своим вкладом в улучшение экологии призывают другие страны последовать их примеру а теперь об этих и других новостях подробнее начнем с новости которые касаются всех нас жителей кишинева в кишиневе около четырех тысяч бездомных собак 1800 из них обретут по улицам остальные живут на стройках или промышленных районах города жилищно коммунальное хозяйство провел эксперимент 20 волонтеров течение 20 дней считали бездомных собак которые бегают по кишиневу результаты исследованию показали что 70 процентов из бездомных животных не стерилизованы проведение такого учета бездомных собак для столица новинка добровольцы выходили в город каждое утро несколько дней подряд считали четвероногих и заносили специальную базу мы поделили город на 88 частей по счету провели только 22 то есть это всего четверть каждый сектор отмечен специальным цветом так волонтеры могли понимать где кто находится и куда идти туда где жилые дома где частные предприятия и парки чтобы не нужно было хаотично выходить на улице искать собак там где их вообще нет или наоборот попадать места где их слишком много основной целью волонтеров было не просто узнать сколько бездомных собак живет кишиневе но и сделать так чтобы все они были в итоге стерилизованы нам нужно добиться того чтобы хотя бы 70 процентов из всех собак живущих в городе были стерилизованы тогда будет рождаться гораздо меньше щенков и мы сможем контролировать количество собак кишиневе по подсчетам волонтеров кишиневе 4000 бездомных собак однако специалист утверждает что животных гораздо больше по словам главы центра по стерилизации сегодня в столице обитает около 15 а то и 20 тысяч бродячих собак давайте вернемся к тому подсчету который был в 2012 году тогда посчитали от 5 до 6 тысяч животных давайте возьмем по минимуму что из этих пяти тысяч тысяч это особи женского пола это минимум хотя и гораздо больше ну ладно тысячи теперь возьмем что каждая собака в год до собаки может быть от двух до трех течет проблему с бездомными животными кишиневе нужно решать как можно скорее многие жители столицы жалуются на то что попросту боятся выходить из своих домов или сопасаются палками другими предметами чтобы отбиваться от стаи разъяренных и голодных животных многие больше переживают за своих детей чем за себя отправлять ребенка в школу зная что по пути мы могут встретиться недружелюбные собаки очень опасно родители стараются провожать малышей или выстраивать более длинные но безопасные маршруты все цифры которые прозвучали в этом материале не официальные учет бездомных собак и шнёвине ведется с 2012 года ну что здравствуй школа и новый учебный год не в простом формате в этом году во многих школах не было традиционные линейки 1 сентября дети редко шли на линейку с цветами тем не менее каждая школа выбрала свой формат обучения в этом году первые две недели скорее всего покажут каким будет новый учебный год непростая ситуация как для школьников так для родителей ну и конечно же учителей как легче адаптироваться к таким непростым переменам в области обучения на эту тему мы сегодня поговорим с коррекционным педагогом татьяной дамбровским здравствуйте татьяна здравствуйте добро пожаловать или магазин здравствуйте анна здравствуйте анна здравствуйте зиме зима но давайте вот ваше мнение настолько ли болезненным оказался оказались перемены для детей либо все-таки взрослые как всегда больше все усугубляют и тревога дети конечно как многие говорят могут адаптироваться к любым условиям и может даже не так сильно на это все реагируют конечно я думаю что часть тема образования сегодня находится в большом замешательстве и все участники тоже но наверное в разной степени вы право денис для детей безопасность жизни которых обеспечивают родители есть что есть есть что одевать у них вопросы крово решены и у них есть достаточно развлечений вне школы которые могут им заменить там отсутствие уроков и даже отсутствие общения со сверстниками они находятся в более щадящих условиях не то чтобы они могли ко всему приспособиться у них это все не так реально и не так страшно как для нас потому что чиновников от образования сегодня требуется колоссальные затраты как интеллектуальные то есть нужно прогнозировать ситуацию не на завтра и надо ее спрогнозировать на достаточно продолжительное время и не рисковать потому что они не понимают и не могут обеспечить в полной мере безопасность ее может обеспечить только полной изоляции но это нереально то есть нужно балансировать так чтобы и не уничтожить образование и в то же время не причинить вред возможный вред этим вирусом детям а родителям сегодня наверное приходится сложнее всего потому что они должны обеспечить этот учебный процесс организационный контролировать ребенка в классе даже из них 40 учитель как-то умеет а вот одного ребенка проконтролировать дома бывает немного сложнее а почему с чем это связано это связано с тем что когда ребенок находится в группе которая куда-то идет очень много факторов помогает ему в этой группе оставаться мальчикам нравится девочки девочка нравится мальчики кому-то нравится педагог кому-то нравится игра с которой мы играем с друзьями на перемене и не просто само получением знаний но весь комплекс действий которые ребенок получает находясь в школе он помогает ему пройти если он отделяется и превращается в одну единицу где найти ту мотивацию самостоятельно да чтобы сидеть учить 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 и не отвлекаться в холодильнике компот или мороженое там за окном кошка мяукнула мама на работе это трудно сейчас достаточно такой непонятный период когда такой скажем так проверочный на прочность да когда разные школы по разному учебный процесс организовали каких-то школах ученики будут ходить то есть любые классы каждой класса поделили на две части да кто-то онлайн кто-то ходит в школу и потом эти группы меняются что будет дальше покажет только время первые две недели скорее всего будут тестовыми то есть адаптационный период он кстати сейчас больше не для детей для родителей я даже не знаю будет ли он адаптационным мне кажется это будет просто пиком дезадаптации для родителей это мое ощущение потому что невозможно в этой хаотичности выстоять не понимая вообще как организовать свою работу жизнь семьи и жизнь ребенка от родителей сегодня требуется колоссальная гибкость наверное они должны уметь подняться над ситуацией чтобы понять что в мире действительно является важным потому что замешательство по сути своей это очень высокая хаотичность когда много-много факторов движутся неуправляемо и ты не можешь ими управлять и тогда единственное что остается это что-то взять и попытаться решить это не важно первую очередь во вторую очередь просто что-то взять и решить станет меньше этого замешательства решить что-то еще если родители в состоянии допустим для себя сказать на ближайшие две недели я могу взять вот за свой счет но мы знаем что это тянется уже с марта месяца то есть возможно эти резервы уже исчерпаны уже нет никаких отпусков за свой счет может быть может сказать бабушка увольнись увольнись с работы сиди с ребенком это должна быть какая-то такая гибкость которая позволит не потерять вообще-то учебный процесс потому что сейчас мы находимся с вами в таком переломном моменте когда если эта вся ситуация затянется вот представьте себе что должно произойти качество онлайн обучения опирающиеся только на личную мотивацию ученика он выучиться или он пропустит очень много и это получается что уже сегодня мы с вами можем стоять у истоков поколения которое окажется недостаточно образу грозная картина что можно сделать сейчас пока еще не поздно сделать родителям учителям ученикам вот как я думаю что надо ожидать всплеска интереса к репетиторам и частным педагогам я знаю лично семью которая уже во второй половине августа договаривалась педагогами понимая что в сентябре у них уже не останется свободного места потому что те для которых знания являются ценностью они приложат все усилия и финансовые и волевые для того чтобы дети продолжали учиться но безусловно будет категория детей которая сломался компьютер у родителей нет возможности его купить или там долго ждут деталь и у нас получится что вы знаете у нас получится что какая-то часть детей кажется за бортом а потом будут ли они это нагонять или это так останется пропущенным ну в общем-то я относительно стандартов образовательных концу 9 или 12 класса сейчас сильно не могу даже заблуждаться мне кажется это будет печать то может быть более остро реагирует на все эти перемены учащиеся начальных классов либо уже выпускники которые в следующем году и в этом году заканчивать я думаю тот кто более осознан и тот кто понимает что его шансы получить хорошее пост школьное образование остается под угрозу я думаю что старше старшеклассники испытывают больший стресс для первоклассников вообще начальная школа это школа социального пленинга скажем так то есть они приходят начальную школу участь жить в группе в коллективе для них это больше степени игра и кстати начальная школа это понимает что не настолько все должно подчинено быть учебным целям а вот старшая школа что очень часто я вас слышу от своих знакомых которых первоклассники прошлом году пришли первый класс вы были в школе беру меньше чем полгода и они даже не поняли что с ними произошло что они вы правда начали посещать школу вот это а сейчас они опять возвращаются в первый класс опять заново попу ну хотя это уже второй класс да вот они про они пропустили практически первый год своей учебной жизни насколько это сложно потом были цели какие-то это проблемы не знаю в социальном плане будет сложнее ребенка адаптировать или вся сейчас нагрузка идет все-таки на родителей до которые должны понимать что школа не в состоянии сегодня будет справиться с той задачей с которой могла справляться ранее школа решает комплексную задачу комплексную с одной стороны она дает знания с другой стороны это та форма деятельности в ходе которой идет взросление человека до семи лет ведущая деятельность игровая семи лет она изменяется на учебную но это учебные деятельности так комплекс всего и поэтому если ребенок от этого изолирован если возникает эффект образование перед экраном монитора мы должны понимать что идет формирование другой личности в массовом масштабе личности которая с точки зрения нас прошедших через вот эту вот школу в которой мы там как молекулы вот так вот тусовались у нас были группы у нас были кита игры у нас в общем все это было дико интересно и может быть мы школу ходили не за знаниями а просто чтобы быть среди друзей а сейчас формируется совершенно новый феномен и этот феномен может привести к тому что у нас будет возникать такая механическая социальная инвалидность механическая потому что она определяется внешними факторами независимыми от самого человека и навыки которые помогают нам быть в обществе не формируются в нужное время это на самом деле знаете как если сказать с научной точки зрения безумно интересный эксперимент если сказать с точки зрения этих детей родителей которые через него проходят это тяжело это тяжело мы не знаем что получится с дружбой мы не знаем что получится с помощью в будущем у таких детей да состояние ли они вообще это видеть не знаю я не знаю все что мы наработали до сих пор все что мы наработали до сих пор сейчас будет меняться я имею ввиду в науке в педагогике психологии она будет меня вот если педагогике хотя бы тоже пожелать силы и терпения учителям потому что они сейчас тоже в довольно сложном процессе находятся и я думаю это общая проблема и учителей конечно же родители и детей когда это все будет решаться совместно тогда будут действительно плохие результаты то есть оставлять все на самотек это просто катастрофа это преступление сейчас этого делать нельзя да я думаю что и со стороны родителей со стороны школы должны быть как-то более выраженные меры и мотивационные и образовательные чтобы не потерять за всем этим наших детей и образование потому что если для нас это ценность я могу допустить что для кого-то может быть это не ценность значит мы увидим это мы увидим это потому что родители которые понимают зачем это нужно они максимально конечно вложиться своих детей хотя я слышала что это феномен вот нашей культуры что в той же европе ребенок вот ну как он идет так он должен идти это его натуральный естественный процесс а родители которые свою жизнь посвящают детям это больше похоже на нас для нас это большая травма наверное больше что я не могу дать детям то что получил сам ведь мы же стараемся дать им лучше и больше огромное спасибо татьяна дорогие друзья напоминаем что сегодня у нас с нами на связи нас гостях была татьяна домбровский специалист по коррекционном по коррекционной педагогике мы движемся дальше да у нас в очереди следующая новость переработка и повторное использование старых и казалось бы уже совсем ненужных вещей это новый тренд в мире моды молдавские дизайнеры и мастера хэндмейд идут много со временем и самых необычных материалов создают украшения которые могут стать воплощение мечты для многих модниц перья попугая или павлины семена морские камни это лишь небольшая часть предметов которые с легкой руки мастера становятся жерелями серьгами и другими оригинальными украшениями удивительной красоты и стиля о том кто создает такие ультра современные аксессуары сколько не стоит узнаете сюжета нашей коллеги саманты араб инженер по образованию валентин символист всегда интересовался искусством и природой эти увлечения мужчины появились еще в студенческие годы валентин рассказывает что в учебное время он пытался постичь все тайны физики и математики а в свободное мастерил украшения разные необычные подарки для своих университетских друзей студенческие годы мы часто праздновали дни рождения разных людей студентов наших друзей из других общежитий я подумал что здорово было бы делать что-то своими руками используя те предметы инструменты которые есть под рукой затем мы шли на праздник вручали наши подарки обычно все оставались довольны о своем студенческом увлечении валентин не забывают уже более 10 лет сегодня дизайнер создает необычные украшения из самых простых деталей которые скорее всего найдутся в доме у каждого уникальными аксессуарами становятся монеты блестки и засушенные корки от фруктов собрать украшение которое подойдет для любого случая можно правильно подобрав элементы и разместив их например на электрический провод проще всего найти природные материалы для создания украшений можно пойти на пляж и собрать ракушки или пройтись по лесу там тысяча и одна вещь которые можно использовать от косточек до древесины желуди тоже для того чтобы находить уникальные детали для своих украшений валентин много путешествует камни и ракушки например привезены из испании различные растения которые впоследствии становятся яркими аксессуарами были собраны в румынии несколько струсиных перьев из швейцарского цирка остальные дизайнеры берет на столичной птицефабрики мы сотрудничали с девушкой которая там работала убирала и кормила птица насобирала для нас перья которые опадали на пол а затем мы их забирали мастер очень кропотлив работает над каждым своим украшением процесс создания одного аксессуара может занять от двух часов до нескольких месяцев в ателье у местору не гасеште двух петель церквей идентичь а цэшта дээкземплу а фост фокути дин бухэти дэкокос и петрицелэ дэпе литуралу францез и а флориле кэнд вау фэкут парте дин бухет у лунеи миресе собирая вещи которые больше не нужны другим людям валентин первым придумал как повторно использовать пластик и начал создавать экологически чистые украшения еще до того как это стало мировым трендом после этого я подумал что чтобы больше не пользоваться пластиком надо его вообще исключить конечно пластик самый доступный материал но если пройтись по лесу можно найти варианты гораздо лучше необычные украшения которые создает валентин цимболист стоят от 50 до 350 леев и способны разбавить яркими красками любой образ далее в телемагазине если вы устали постоянно сражаться со своим котом во время купания или вычесывания просто включите ему мультфильм этот способ действительно работает расскажем подробнее через несколько минут а между тем мы передвигаемся в германию там же началось строительство города в котором не будет автомобилей людям которые решат приобрести здесь жилье не запрещается иметь собственной машины но оставлять их нужно будет в гаражах на окраине а вот выезжать на территорию города след нельзя город без машин расположиться на площади в 16 гектаров южном пригороде берлина построят город по всем нормам экологии здесь будет всего 40 многоэтажных домов на ближайшую территорию засадят деревьями проведут систему теплооснабжения с минимальным выбросом углекислого газа местные жители смогут передвигаться на велосипедах или самокатах по специальным дорожкам начало строительства запланировано на 2021 год и займет около трех лет к 2024 году здесь появится 900 квартир аренда которых обойдется от 6 с половиной до 10 евро за квадратный метр менеджеры проекта утверждают что нужно строить как можно больше таких городов так как современные люди очень устали от суеты мечтают о тишине покоя и свежем воздухе кто могу подумать что жители должны допустим кишинева столицы и не самой большой столицы европейских различных стран будут тоже мечтать о таких городках потому что сегодня даже в столице часто мы общаемся с людьми которые живут в центре города или в других районах где очень шумно очень тяжелый воздух и мало места для тех же прогулок и занятия спортом таким вот образом многие пытаются уже переселиться на окраину на окраину либо вообще за пределы столицы так что я думаю что это будет ждать и нас ближайшие может быть 20 а может время покажет ну передвигаемся к другой теме часто из-за жары пыли обильного потоотделения волосы быстрее сильнее загрязняются кстати продолжают уже тему к вечеру даже вымытая с утра голова будет выглядеть не лучшим образом ну а вернуть конечно же прическу и свежесть помогут нехитрые приемы которых и далее пойдет речь сухой шампунь маст хэв любой сумочки такое средство представлено практически у всех косметических линий распылить его на расстоянии 10 сантиметров от головы и расчешите волосы он уберет жирный блеск у корней придаст дополнительный объем и приятный аромат сухой шампунь не на все типы волос действует одинаково эффективно но случай крайней спешки может стать настоящим спасением еще одно хорошее средство которое абсорбирует жир матирующие салфетки для волос пользоваться ими проще простого достаточно приложить салфетку корням разделить волосы пробором оставить секунд на 20 затем сделать новый пробор и повторить процедуру салфетки впитают весь излишек кожного жира так что корни снова станут опрятными кроме того можно приобрести такие салфетки с антистатическим эффектом солнцезащитной пропиткой и даже небольшим количеством полезного кокосового масла другая отличная идея нанести солевой спрей морская соль уменьшит жирность волос и нормализует работу сальных желез но важно соблюдать два главных правила не пользуйтесь сливыми спреями больше двух раз в неделю и не сочетайте их с лаком для волос иначе локоны станут сухими и ломкими пудра для волос одно из универсальных средств хэр индустрии это нечто среднее между сухим шампунем муссом для объема и текстурирующим спреем пудра пригодится везде где нужен объем причем как при корневой зоне так и по всей длине чтобы добиться желаемого результата приподнимите поочередно пряди припудрите корни по всей поверхности головы затем легко помассируйте волосы пальцами чтобы добавить еще больше объема и освежить волосы им пудра для волос поглощает жир и не дает прядям выглядеть сальными и повисшими ваши волосы приобретут свежий вид за считанные секунды если таких средств нет под рукой можно попробовать экспресс митье головы и за две минуты вымойте голову шампунем пропустив уходовую часть сразу нанесите текстурирующие средства и высушите волосы феном опустив голову вниз 10 минут и можно бежать на работу обладательницы челок могут вымыть только челку и уложить ее феном остальные волосы зачесать хвост скрыть не свежие волосы помогут простые прически которые легко зафиксировать воском или лаком для волос один из самых стильных вариантов эффект мокрых волос поскольку такая прическа предполагает большое количество геля не будет заметно что вы не успели помыть голову другие варианты которые идеально спрячут грязные волосы гладкий хвост или пучок а чтобы короткие волоски не выбивались у лица используйте небольшое количество геля или воска для волос для маскировки можно применять различные аксессуары для волос платки косынки ободки или большие заколки все еще на пике популярности они не только справятся с поставленной задачей но и дополнят образ все перечисленные способы позволят 7 минут на решить проблему и почувствовать себя уверенно окружающие ни о чем даже не догадаются вы даже догадываться не можете какую интересную информацию мы вам подготовили услышимся увидимся сразу после короткой рекламы ставите с нами